Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос, и хотел бы вот дать на него ответ, собственно говоря, значит, но полагаю, что мне придется разбить свою запись на несколько частей. Екатерина, первая часть будет посвящена вашему тексту, самому тексту, который вы написали до вопроса, а потом я постараюсь ответить на сам ваш вопрос, который вы задаете в конце. Я буду читать текст вашего сообщения и буду разбирать по, прямо по пунктам, по предложениям, то, что вы пишете, ну потому что это единственное, что у нас есть. У нас психологов, я имею ввиду, потому что понятно, что вам вопросы не задать, да, какого-то, ну и вы тоже не можете задать вопрос, например, мне. Вот, поэтому, соответственно, постараюсь разобрать максимально полно то, что есть. Итак, я руководитель подразделения Пищевые, а в другом подразделении работает молодой человек, который мне очень нравится. Ну вот, давайте сразу здесь скажем так. Здесь два момента. Первый момент, это то, что, ну вообще, служебные романы, они все довольно-таки чреваты. Они чреваты тем, что, в общем-то, ну, если вы сблизитесь, если вы будете вместе, например, то это впоследствии сможет оказать какое-то влияние на вашу работу, вам будет тяжело работать, вам будет неприятно работать и так далее. То есть многие люди, они как бы избегают, может быть даже, скорее всего, даже целенаправленно вот, собственно, романов с коллегами. Потому что это всегда определенный риск. Риск для вас. В первую очередь, потому что вы женщина, и риск для него, потому что он мужчина. Ну, по-жински, когда его это всегда больнее бьет, чем по мужчине. Вот. Соответственно, первый вопрос к вам. Как вы относитесь к тому, что человек является вашим коллегой, и то, что отношения с ним могут привести, ну, например, к ухудшению обстановки на вашей работе и ухудшению вашей деятельности вообще как таковой? Понимаете ли вы это, осознаете ли вы это, и почему молодой человек вам понравился именно на работе? То есть, а в других местах вы мужчину не пробовали как-то искать или познакомиться или как-то еще? Вот. Это первое. Второе. Вы говорите, что молодой человек вам нравится. Здесь тоже, на мой взгляд, довольно интересный вопрос к вам. Молодой человек нравится, но чем? Вы его еще не любите, вы его еще, ну, у вас нет к нему такого прямо сильного чувства, если я правильно вас понял. Он вам просто нравится. Вопрос, чем он вам нравится? Вот, что вас в нем привлекает? Вы этого не написали. Особенно, если вы с ним не знакомы. Особенно, если вы его практически не знаете. И особенно, если вы пересекаетесь с ним только вот изредка, ну, вот часто, вы говорите, часто обедаем в одно и то же время. То есть, получается, что он понравился вам, чисто внешне. Ну, получается, так. А внешняя симпатия – это некая образность. То есть, вы волей-неволей, вот, испытывая симпатию в форме образа, вкладываете в нее определенные эмоции. И, как бы, предмостичаете поведение человека по отношению к себе. То есть, именно образ человека определяет его поведение к вам. Ну, то есть, он вот должен себя как-то вести, наверное, должен как-то себе, как-то что-то говорить. Наверное, должен, там, как-то действовать. Понимаете? И этим объясняется то, что вам стало обидно. Потому что обидация тут есть практически ненастя. Вы даже не знаете, почему он вам не ответил в соцсети. Может быть, он, там, замотался, устал, забыл, прочитал, хотел ответить и так далее. Да масса, может быть, причин. Но вам уже стало обидно. Почему стало обидно? Потому что вас задело. А что задело? Противоречие. Какое противоречие? Какой конфликт вас задел? Ну, в первую очередь, этот конфликт связан, опять же, с тем, что он не повел себя, может быть, так, как вы этого хотели, так, как вы ожидали. Вот отсюда ваша обидно. То есть, вопрос закручивается в том, в чем он нравится вам, конкретно, чем и почему. Далее. И он как-то решил ему написать в соцсетях, и он ответил. Ну, решили ему написать. Хорошо. Опять же, для чего вы решили ему написать? Могу представить, что вам, ну, хотелось, там, ну, завести с ним разговор. Вызвели. Молодец. Ну, как бы... Ладно понять, что вам и двигало. Чего вы хотели от этого. Не была ли, не была ли мотивация ему написать продолжение вот этого вот эмоционального следа от образа, который вы себе нарисовали? Этого образа молодого человека, да? Он ответил, значит, вы написали, привет, ты классный. Он ответил, спасибо и смотри. Екатерина, ну, здесь я вам хочу сказать, что не надо всем руководствовать, но написать привет тип, ты классный, это означает для мужчины примерно следующее. Привет, ты мне нравишься, я хочу с тобой сблизиться. То есть, вы сразу поставили себя ниже, чем он. Сразу поставили себя в более зависимое положение, чем он. Он, типа, принимает от вас вот эту вот энергию положительную, он принимает от вас симпатии и решает давать ли вам что-то в ответ. Нет, заметьте, он не сказал вам в ответ, ты тоже классная. Нет, он просто сказал спасибо. То есть, ему было приятно. Но он понял, что вы ему симпатизируете. И он понял, что вы к нему не равнодушны. И он понял, что, скорее всего, вы хотите к ним близиться. И он подчеркнул себя хозяином положения. Поэтому к вам вопрос. Чем вы руководствовались, когда напишали ему, ты классный? Почему нельзя было написать, привет, увидела тебя в соцсети, подумала добавить, чтобы обсудить какие-то рабочие вопросы? Ну, например. Например. Или просто не знала, что ты сидишь в соцсети, давай как-нибудь пообщаемся. То есть, что-то вот такое более нейтральное, более такое отстраненное, более друг-друческое. Что вам мешало написать? Это вопрос. Далее. Значит. После этого стало замечать, что он постоянно пристально на меня смотрит. и ждет, пока я первая поздороваюсь. Ну, здесь момент заключается в том, что молодой человек как бы ожидает от вас теперь, после того, как вы проявили к нему такую вот симпатию, он теперь ждет, что вы будете дальше проявлять ее к нему. То есть, заводить разговор с ним, заводить беседу с ним, общаться с ним, здороваться с ним. Здороваться вот первое вы должны. То есть, ждет, пока первая поздороваюсь. Сам не здороваться первым. Понимаете? То есть, он принимает то, что вы ему симпатичные люди. И раз вы инициативу проявили, то проявляйте ее дальше. И весь вопрос в том, тот от вас ждет определенного поведения. Не желая сам проявлять это поведение, потому что оно сделает его зависимым, а он не хочет быть зависимым, потому что вы уже зависимы от него, по его мнению. И теперь нужно просто. Ведь понимаете, он ничего не делал. Он ничего не делал, вы ему понравились, вы ему написали. И он теперь пристально на вас смотрит, чтобы вы прямо увидели его интерес и более активное действие, значит, припринято. Вопрос в том, устраивает ли вас это позиция. И вопрос в том, не является ли то, что вам не двигало, когда вы написали ему «ты классный», вот то, что вам не двигало это написать, не является ли это следствием каких-то ваших неудовлетворенных желаний, может быть, страхов, может быть, неверности в себе, может быть, желанию что-то купировать и спрос слегка как бы жизни. Это очень важно выяснить. Я начал с ним здороваться. Ну, опять же, на мой взгляд, не очень понятно, почему вы начали с ним здороваться, то есть первое. Ну, как бы, можно здороваться первой, безусловно, но надо, чтобы и человек здоровался тоже с вами первым. А если здороваетесь первым только вы, то это, получается, вам больше как надо. Опять же. Пересекаемся редко, но когда пересекаемся, стали на шутках общаться. Общение на шутках – это классический пример того, как мужчина общается с женщиной вроде как и проявляет к ней интерес, но в то же время и высказывая свою независимость, мол, я проявляю к тебе интерес, я со мной общаюсь, и вроде бы как ты мне не безразличен. Но при этом, если ты как-то на это намекнёшь, я тоже скажу, скажу, что это шутка, и всё. То есть люди, которые общаются на шутках, как правило, не хотят ответственности. Об этом я вам пытаюсь сейчас сказать. Далее. Ну, я решил, что пора действовать. Пригласил его друзья в соцсетях. Екатерина, ну, а если вы решили действовать… Кстати, а почему вы решили действовать? По-моему, вы уже сделали первый шаг, написали ему, что он классный. Мужчина, я имею ввиду. А чем ещё это действует? Вам не кажется, что мужчина уже должен действовать? А если вы решили действовать, то почему вы пригласили вас в друзья в соцсетях? Если вы на шутках общаетесь, можно было бы также на шутках пригласить его в кафе, где вы бы посудили, обсудили какие-то вопросы, узнали бы друг друга получше и так далее. Нет. Вы приглашаете его в друзья в соцсетях. Как-то странно это. Ну, особенно если учесть, что вы ему до этого написали, что вы классный, и что вы теперь общаетесь на шутках. Ну вот, он приглашение принял, через несколько дней написал, ему не ответил. Но ведёт себя так же, смотрит постоянно. Мужчина этим пытается показать, что общение в соцсетях его не привлекает. И это действительно так. Оно бедно. А не ответил он вам потому, что не хочет придавать этому значение. Не хочет, чтобы ваше общение сводилось к взаимодействию в соцсетях Екатерины. Понимаете? А ведёт он себя так же. Чтобы вы видели, что в реале, в реале, он надседлен на то, чтобы с вами взаимодействовать. А в соцсети нет. Ну, может быть не любят человека в соцсети. Такое бывает. А вот вы почему пригласили его в друзья в соцсетях, а не пригласили в кафе, например, если уж решили действовать? Это вот непонятно. Далее. Значит, я решил, что раз он не отвечает, то значит не нравится. Ну, вот опять, опять, Екатерины, откуда у вас такая мысль? Откуда у вас такая редция? Почему вы решили, что не нравитесь ему? А почему вам так важно понравиться ему? Тоже вопрос. Для вас это очень значимо получается. Раз вы хотите ему понравиться прямо, что вам прямо даже обидно, но если он на вас смотрит пристально, значит вы ему не безразличны. Так почему вы решили, что вы ему не нравитесь? Непонятно. Стало делать вид, что я его не видел. Мне стало обидно, что он не ответил. А ему не стало обидно, например, что вы вроде как с ним взаимодействовали, вроде как вы проявляли желание сблизиться, а потом просто добавили его в соцсеть, показав, что вы не серьезная таким образом. Это просто всего лишь сообщение в соцсети, которое может быть мужчина не устраивает. Понимаете? Вам-то чего обидно стало? Почему вы придаете такое большое значение соцсетям, Екатерина? Непонятно. Парень взрослый имеет брак за плечами. И именно поэтому он читает сообщения в соцсетях несерьезно. Именно по этой причине. Кстати, откуда вы это знаете, если вы с ним не общаетесь? Как найти к нему подход? Ну, для начала, для начала, надо как-то вот ваше желание найти к нему подход, скоррелировать с тем, что вам стало обидно и что вы его не замечаете. То есть вы определитесь, вы либо его не замечаете и его не видите и вы обижаетесь, либо вы пытаетесь найти к нему подход. Вот определитесь с этим сперва, как вы это в себе связываете, как вы в себе разрешаете этот конфликт, конфликт, это противоречие. Это важный вопрос. Потому что вы или пытаетесь найти к нему подход, и тогда вы не обижаетесь, тогда вы его замечаете, тогда вы здороваетесь с ним. Либо вы не здороваетесь, понимаете, что этот человек не ваш. Но во многих-то определитесь в своей позиции. А дальше нужно общаться с ним в реале. И в первую очередь общаясь с ним на шутках, как вы говорите, пригласите его в кафе. И поговорите с ним, не как с коллегой, а как с человеком. И вот на основе этого общения уже вы сделаете выбор, хотите вы продолжать с ним взаимодействовать или нет. И если не хотите, например, то вы не будете. А если хотите, то решите для себя, в какой форме это будет происходить. Считаете ли вы, например, что он должен, будет вам сделать первый шаг к вам? Считаете ли вы, например, что он должен будет как-то себя проявить? Или вы считаете, что вам нужно проявлять себя? А если вы не хотите с ним общаться, то почему? И самое главное, если вы не захотите с ним общаться, то важно понять, когда, в чем он вам понравился. Чтобы понять, какие у вас потребности и правильно их удовлетворять. Понимаете? Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас появится желание написать дополнение к вопросу, известите меня, опять же, в личку, что вы его написали, дабы я с ним ознакомился и дополнил свой ответ. Желаю вам всего самого доброго и удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...